Всем привет, с вами Priya. В обновлении 8.3 произойдет рост не только экипировки, но и конечно же артефактного ожерелья. Артефактное ожерелье преобразит свой интерфейс, преобразит свой левел, получит дополнительный слот для эссенции. Это казалось бы прекрасно, но нам опять придется делать весьма интересные действия. Поговорим именно об этом на текущий момент. Итак, на текущий момент мы имеем максимальный левел шеи 70. Кто-то докачал, кто-то докачивает. В принципе, к 8.3 успеют все. Что будет происходить далее после 70 уровня? После 70 уровня на 71 мы получим стойкость повышения 3% выносливости. Далее ячейка для малой способности на 75. Далее стойкость на 80 уровне сердца азерот мы вновь получим 3% выносливости. Ну а на 85 уровне будет чистота души мира. Повышение сопротивления порчи на 1. Иными словами, мы уменьшаем входящую в себя порчу на 1 единичку от каких-то предметов, например, которых мы наденем на себя. И этот талант уникален. Он является бесконечным. Многие люди на текущий момент сравнивают чистоту души мира с согласованностью армии погибели легиона. То, что мы видели уже в легионовском артефакте. Это был центральный правый талант, который мы прокачивали и прокачивали. Но даже у него было ограничение. А здесь нету. Мы можем прокачивать эту частоту хоть сколько. Но опять же, с каждым уровнем будет требоваться все больше сил артефакта. И по итогу просто можно упереться в какое-то значение такое, которое будет прокачиваться очень-очень долго. К тому же, с целью того, чтобы снизить входящую порчу и препятствовать получению различных дебафов, будут новые эссенции, которые являются общими, которые являются распределенными по ролям. У них будет уникальный эффект. А именно снижение порчи, то есть повышение сопротивления порчи на 10. Что иными словами означает понижение уровня порчи на 10 единиц. Мы прекрасно помним о том, что каждые 20 единиц порчи мы будем получать новый дебаф. А те дебафы, которые были уже получены ранее при ношении оскверненных вещей, будут усиливаться. Мы, конечно же, этого не хотим. И хочется как-то сопротивляться порче, хочется уменьшать ее значение. Нам поможет чистота души мира. Но сколько нам придется прокачивать эту шею, вопрос остается открытым. Это будет долгий процесс. Это будет нудный процесс. Надо будет фармить экспедиции. То есть тот, кто реально захочет получать максимум из оскверненных вещей и при этом получать минимум дебафов, тот вынужден будет прокачивать данный талант. И разработчики-то, я помню, выражались о том, что они хотят убрать гринд как таковой в принципе, чтобы нам нужно было что-то фармить, но не особо-то много, чтобы не было бесконечного фарма. Что мы видим в 8.3, мы прокачиваем чистоту души мира бесконечно. Хотя, я думаю, сделают ограничение в сотый уровень Сердца Азерот, ну или в 95-й. Так как 90-й это маловато, и смысл этого таланта не раскроется. Но это опять же все рассуждение, теория. Посмотрим, что по итогу будет при релизе 8.3. Как изменят этот талант, как его релизнут по итогу, и что с ним сделают в момент выхода обновления 8.3, которое будет-то в принципе через пару месяцев. Хочу услышать ваши мысли насчет того, насколько силен этот талант, и будете ли вы вообще заниматься прокачкой ожерелья. Мало ли, вдруг есть любители побегать островные экспедиции. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!